Покажи, 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 покажи мне любовь, покажи, 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 почему, почему я с тобой? Всем привет! В этом видео вы не найдёте ни одного подтверждения тому, что все мы обречены, всеми нами манипулируют и всё давно куплено. Мы попробуем поговорить более продуктивно, не будем сгучать краски, что кстати также является классическим примером манипуляции, а также не будем посыпать голову пеплом и слишком уж подавляться теориям заговора. Спираль молчания работает, но и делать шизофренические прогнозы не стоит. Итак, что же такое спираль молчания? Это теория о том, что человек или группа людей с меньшей вероятностью будут высказывать собственное мнение, которое противоречит общественному или мнимому общественному. Ну или будет молчать до тех пор, пока их мнение каким-либо образом станет общественным. Всё это касается публичных высказываний и публикаций в СМИ. Такие люди испытывают естественный страх за последствия, но что интересно, порой они даже не догадываются, что могут находиться в подавляющем большинстве, потому что средства массовой информации очень грамотно влияют на общественное мнение. И вот здесь и начинаются все теории заговора. Например, утверждается, что раз СМИ умеют формировать общественное мнение, значит обязательно это мнение будет сформировано в ущерб этому самому обществу. А если в ущерб, значит существуют кукловоды, которые руководят миром и желают нас всех сделать рабами. Как бы параноидально это ни звучало. Но тот факт, что некоторые СМИ и правительства некоторых стран манипулируют общественным сознанием, совсем не означает, что это исключительно вред, и он в равной степени наносится во всех странах мира. Стоит различать режимы условной Северной Кореи или даже России и Великобритании, хотя безусловно любители сгущать краски этих различий не замечают, а то и вовсе считают Корею в моральном отношении лучшей для жизни страной, там, дескать, хотя бы не изобретают изощрённых методов манипуляции. Эту теорию предложила немецкий политолог Элизабет Ноэль Нойман, которую в своё время приглашал к сотрудничеству Геббельс, однако та не смогла принять приглашение по состоянию здоровья. Возможно, фиктивного. Данный факт ни в коем случае не говорит о том, что теория спирали не работает, даже наоборот. Просто важно понимать, что Ноэль Нойман – необычный политолог. Она про общественное мнение и страхи высказываний знает не понаслышке. Наверное, у многих из вас скоро пойдёт кровь из ушей из-за столь неприятного сочетания плохого качества звука и моей шепелявости. Но я могу вас обрадовать, что в ближайшем будущем вы сможете наслаждаться моим шепелявым голосом уже с хорошим звуком, так как я собираюсь купить себе новый микрофон, и я уже приметил себе несколько вариантов, которые пробил на Е-каталоге, потому что я хоть и не жадный, но переплачивать не люблю. И если честно, я немного удивлён, как варьируются цены на один и тот же товар в разных магазинах. Я уже сравнил цены и характеристики, и в ближайшем будущем куплю себе один из этих микрофонов. Так вот, спираль молчания рождает теорию информационного дефицита. Эта теория означает, что при увеличении количества информации для общества происходит не сокращение в разрыве знаний между разными социальными группами, а его возрастание. Чем больше информации поступает в эфир, тем больше её воспринимают люди привилегированные, образованные и критически мыслящие, просто в силу их образованности, а также осведомлённости в правдивости данной информации. В итоге получается информационный дефицит, когда условные 5% правильно считывают и анализируют информацию, и имеют доступ к скрытой информации, а остальные 95% начинают в ней путаться, а потом и вовсе поглощают её на автопилоте. Спираль молчания говорит также об одной важной вещь – люди не обладают статистическими данными, и это их вводит в заблуждение. Например, человеку может показаться, что общественное мнение изменилось, выступить со своей речью и быть уничтоженным толпой. Возможно и такое, что в интернете на каком-то независимом сайте проводится опрос, где подавляющее количество людей голосует за один вариант. Однако это скажет только о мнении пользователя интернета или даже конкретно этого сайта, а уж никак не мнении всей страны. В каком случае люди ошибаются относительно реального положения делу в общественном мнении? Здесь нельзя не сказать о пассионарном меньшинстве. Если существует небольшое количество людей, которые готовы бороться за свои права и отстаивать свои идеи, у всех остальных людей начинает складываться чувство, что первые находятся в абсолютном большинстве, и либо изменить своё мнение, либо как минимум его не высказывать. Так что спираль молчания может вполне эффективно работать, даже когда люди думают, что общественное мнение на конкретный вопрос однозначно существует, а оно является лишь мнением тех людей, которые очень серьёзно остаивают свою точку зрения. Вот несколько основных положений теории спирали молчания. Люди по своей природе склонны высказывать мнение, которое будет позитивно воспринято обществом. Поэтому люди наблюдают сознательно и подсознательно за поведением других людей и отвечают, что принимается обществом, а что нет. У многих людей есть страх изоляции. Мы все социальные создания, поэтому не хотим быть отвергнутыми обществом из-за высказываний, которые не будут им приняты. Люди сами осознанно или нет показывают другим сигналы одобрения и неодобрения, мимические движениями тела, поступками и словами. Спираль молчания запускается в тот момент, когда люди, которые поддерживают общественное мнение, начинают высказываться особенно уверенно, тогда как люди, оставшиеся в меньшинстве, ещё больше замыкаются и боятся страха изоляции. Главным стимулирующим фактором, который запускает спираль молчания, является наличие в проблеме нравственной составляющей. Обязательно должны существовать две несогласные друг с другом стороны, и если в обществе есть консенсус, спираль не приводится в действие. СМИ является основным игроком между этими двумя противоположными мнениями. Угроза изоляции и страх являются подсознательными процессами. Спираль молчания имеет власть над общественностью ограниченное время. Факт запуска спирали молчания означает, что в обществе нарастает большая проблема. Ну и напоследок, спираль молчания можно использовать как для наведения общественного порядка, так и для манипуляции общественным сознанием и чудовищных вещей. Это лучше, во что вы сами верите. Множество людей выбирают быть обреченными, вызывать в себе синдром жертвы и заражать всем этим других. Пессимисты говорят о том, что всегда будет меньшинство, подавляемое большинством. Но почему-то в примеры они приводят только однобокие случаи. Например, они говорят о том, что во времена фашистской Германии были достойные люди, которые боялись последствий своих протестов, и поэтому молчали, потому что были в меньшинстве. По логике пессимистов, если ты находишься в меньшинстве и боишься что-то сказать, значит ты обязательно достойный человек и желаешь добра всему миру. Но почему-то они не говорят, что в современном мире фашистские и нацистские идеи находятся в меньшинстве. А это уже логическая ошибка под названием поспешное обобщение. Ну что ж, на этом всё, если вам понравилось, ставьте лайки, если хотите в будущем смотреть больше подобных видео, подписывайтесь на канал, а также пишите комментарии и не бойтесь оказаться в меньшинстве. При этом не забывайте вступить в мою группу ВК, где увидите самый скандальный контент со всего интернета с самой оперативной скоростью подачи, а также актуальные новости, ссылка на группу в описании. Всем спасибо за просмотр, вам всего доброго, хорошего настроения, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok